Я почему против всех лекций и против вот этого дистанционного образования? Наверное, вот тут умные мастера сидят и понимают, что мне учитель когда-то хороший говорил, что мастерство передается, нельзя передать ни по телевизору, даже по книге не передастся мастерство. Мастерство передается вот так, глаза в глаза. И личная практика. Нельзя же научиться водить машину по книжке, печь блинчики, надо, чтобы кто-то был, мама рядом или водитель. Вот этим мы занимаемся. Поэтому я не сторонник, хотя вынужден из-за коронавируса с камерой разговаривать, там сидят Транснефть, правительство Ивановской области. Я говорю, что вы там? Ну, не там, они в компьютере, вся на рабочих местах. Я говорю, что вы ерундой занимаетесь? Они говорят, ну, хоть так. Я говорю, ну, ладно, хоть так. Они говорят, нам нравится, как вы привезли. Я говорю, мне не нравится, я вас не вижу, я вижу камеру, а тут, слава богу, я вас вижу, но мы в стрессовой ситуации. Вас много. Обычно, да я сейчас замолчу, ты не переживай. Я же разговаривать не буду, когда кто-то разговаривает. Это я сейчас пока как в армии служил, вступительное слово. Значит, регламент такой, один час у нас, да, общение будем так строить, что у вас возникает вопрос, сразу поднимите руку, сразу. Я могу разговаривать там 160 часов без остановки, тренинг и муштра, потому что, да. Ну, моя работа – вынести вам мозг, конечно, это правильно. Потому что я же учительница, ну, это по третьему образованию, а так-то я агроном, экономист, представитель колхоза. А учителей, что говорят, миссия учителей-то, мы сегодня будем о смыслах-то? Сеять разумное, доброе, вечно. Все врут. Я земледелец, кто земледелец, тот знает. Дом строить – это сначала фундамент, потом стены, потом крыша, правильно? И у нас проблема в том, что крышу снесло в России уж лет 30 как, стоим кверху фундаментом тогда, говорим, перевернули, все с ног на голову. Конечно, стоять кверху фундамента не очень удобно. Не-не, не че-че-че, нормально. Но, слава богу, у нас фундамент цел, вопрос его поставить на место. А то крышует, Путин крышует, губернаторы крышуют, директора крышуют, учителя в школе всех крышуют, а потом думают, что такая молодежь выходит безинициативная, ничего не хотят, поколение next, следующее, или там гедонистов в удовольствие, что, работать что-то не надо. Так это дом, первый шаг – фундамент, шаг второй – стены, шаг третий – крыша. Никогда не наоборот. Все проблемы в жизни, в личной, в бизнесе, в семье, в том, что мы либо путаем местами шаги, либо не уделяем какому-то шагу должной энергии. А я математик, технарию, математика для чайников от перестановки мест слагаемых суммы не меняется. Слышали? Это для чайников. Если вы хотите быть мастерами, то высшая математика формулирует и работает так – от перестановки мест слагаемых сумма меняется всегда. То есть результат – ну вот, фундамент с крыши, помните, вот мы говорили, первое со вторым поменяли, ничего хорошего не получается. Поэтому сеять разумное доброе вече, может, это ваша идея, да, не моя. Потому что сеять, я как колхозник, сеять – это третий шаг. До пассивной нужно культивировать. А скажу, что нужно до культивации – надо пахать. Пахать. А это грязно-тяжелая работа. Поэтому моя задача – пахать, а не сеять. Чего сеять-то? Вы и так семена прямо лучшие. У нас проблема. Некоторые говорят, надо вот давать людям. Я скажу, мы, я для этого сегодня пришел, давнишняя старая песня, старая дискуссия между… Вот это, концептуальная, кстати, разница. Мы сегодня о концепциях, о самом сильном уровне управления и с психологической точки, с нейрофизиологической точки. Аристотель и Платон. Хотя это уже сейчас говорят, это не про Аристотеля, ну, забыли. Обычно всякие американцы себе патентуют, как Ньютон запатентовал, то, что мы тут с вами изобрели когда-то, да, сила действия, противодействия, что посеешь, ты и поживешь. Так там что говорит Аристотель? Что цель руководителя, родителя, учителя, мастера – что в ребенка или подопечного вложить, правильно? Ну, дать, дать, посеять эти знания, эти навыки, эти идеи, эти инструменты, ну, все что угодно, дать человеку, и он тогда будет мастером. Это Аристотель, я не против его, пусть он живет, и он хороший учитель, кстати, очень хороший учитель. Но он ученик Платона. А Платон говорил наоборот. А Платон говорит, не задача учителя, родителя дать что-то ребенку или человеку. Задача учителя, родителя и управленца, мы с управленцем, извлечь это из человека, потому как по Платону, каждый, ну, это не по Платону, и это моя галлюцинация, такова же, мы прямо рождаемся со всеми записями, ну, у нас прямо сразу все есть. Вы видите, ДНК, мамина ДНК, тысячи лет эволюции по маминой линии, и тысячи лет эволюции по папиной, и вся информация, и все смыслы, и все навыки, и все идеи, и все есть там. У каждого нового поколения вообще информация удваивается, у детей ваших больше в два раза, чем у вас. И каждый рождается со своим предназначением и со своим семечком. Ну, и мы из семечки и получаемся. Одна клеточка в животе у мамы, правильно? Да, и вот мы там растем, растем, вот что выросло, что выросло. Женщины у нас создательницы, поэтому преклоняюсь перед женщинами, думаю, мужчины меня поддержат. Мужчины, ну, женщины это сильный пол, вчера кто-то хороший говорил, а мужики слабый пол. Мы такой расходный материал у бога. Ну, мы нужны, конечно, мы должны, да, семя, мы должны дать. Мы что-то придумываем, рискуем, да, мужик должен работать и дохнуть, работать и дохнуть. Да, что-то мы придумываем, а женщина сохраняет, рожает и сохраняет. Количество дел, которые может сделать мужчина, N. Все дела может сделать мужчина, согласны, мужики? Согласны. Но женщина всегда делает N плюс 1. То есть и женщина может и шпалы положить, и государством управлять, да, и деньги, но она еще и родить может. А мы как не корящимся с тобой, ну, вряд ли мы родим, да. Но мы все-таки участвуем там маленьким краешком, там, как-то, ну, чуть-чуть, чуть-чуть. Да, ну вот, семечка есть в каждом. Каждый рождается гением, каждый рождается уже за всем своим предназначением. Вопрос по Платону создать такой контекст, чтобы это семечко проросло, чтобы открыть человека, не только его сердце, ум, душу, все открыть. И это хороший учитель, да, и правильный руководитель, и правильный родитель, когда открывает в человеке это. Потому что семечки есть в каждом, только вопрос в том, что мы это семечко, знаете, закатали под асфальт, да, стандартов ИСО, ГОСТов, там, да, что там, бережливое производство, скрипты, должностные инструкции. Ну, и я тут еще вам что-нибудь втюхаю-то там. Ну, вам тут три дня будут все мои коллеги там что-то там грузить. Что грузить-то? Ничего нового Иванов вам не скажет. И не только Иванов. Вон там мои друзья, вон Грошев там сидит, борода. И у вас это все и так есть. Но почему стоит общаться с хорошими людьми и с наставниками, что наставник или хорошую книгу читать, или хороший спектакль смотреть, когда человек тебе что-то это говорит, у тебя этот файл что, просто оживает, открывается. И ты говоришь, ух ты, ух ты, я же и так это знал. Только это где-то было под асфальтом. Вот, Маша, дело взломать асфальт, чтобы семя проросло. Конечно, если не будем ломать асфальт, то мы, конечно, некоторые прорастут. Но это так трудно, пробивать асфальт, половина жизни на это уйдет. Поэтому вспахиваем, вспахиваем, коллеги. Значит, понимаем, как общаться к Иванову, как хотите, так и обращайтесь. Хочешь, хотите, кличку, кличку, профессор, председатель, Михайлович. А ответственность за результат, который хотим получить в результате нашей встречи, 50 на 50. 50% моя ответственность, что я как-то здесь какой-то процесс организую и какой-то инструмент вам предоставлю. А 50% ваша ответственность, будете ли вы этим инструментом пользоваться. Ну, потому что, как говорят у нас в России, знать, что делать, и делать это, две большие разницы. Знать вы точно будете уметь, точно будете. Будете ли делать, не знаю. Итак, вот половину там вычеркнем. То, что я думал, успею. Ну, не успею, ладно. Итак, базовый закон диалектики. Мы же помним с вами, да? Электрики это знают прямо, да? Какой базовый закон диалектики? Ничего вы. Молодец. Вот умница. У очкарик сразу видно умного человека. Тут их несколько умных, остальные косят под умных. Точно. Единство противоположности. Борьбу нам втюхали. Западная цивилизация. Бороться не надо. Ну, мы же так воспитаны. Мы же комсомольцы, да? Найти и не сдаваться. Бороться и искать, и так далее. Не-не. Противоположности и союз предлагаю исключить из вашей лексикона. Время пришло. Отсюда этот кризис капитальный. Союз или он какой союз? Разделительный. Или я дурак, ты начальник, или ты начальник, я дурак. Или баба, рот закрой, я альфа-самец тут, понимаешь? Делай, что тебе говорят, подпрыгивай. Понял? Да нет. Вот катастрофа. Мужчина и женщина – это же тоже противоположности, правда? Так вот, если они борются, а союз или – это союз борьбы. Борьба, конкуренция, да, вот это кто кого, либо ты, либо я тебя съем. Приходят конфликты, семьи рушатся, государства рушатся, войны начинаются. А если другой союз будем применять, о котором уж несколько дней вещают миру и уже несколько левадий коллеги мои, друзья и учителя, союз или он и называется соединителем, нужно и то, и другое. Давайте не бороться. Пусть в нас сколько добра, столько и говна. Это вычеркну, это оговорка председательская. Ну, столько, это точно. Ну, согласны же, да, чего вы тут, тень и свет в нас есть? Не надо вот это, знаешь, тень под ковер, так бывает. У нас же почему учит школа, почему школа детей всех уничтожает? Потому что говорит, вот это не надо, это плохо. Плохие чувства, плохие эмоции, злиться нехорошо, ненавидеть нельзя. Только давай ты розовая, пушистая, не пукаем, не какаем, мы прям молодцы. Мы прям ух ты. Да нет, это дочери, ну, у меня сын, дочь взрослый. А когда ее выбешивает что-то, я говорю, что злишься, Варь? Она говорит, да, папа, злюсь. Я говорю, отлично, отлично. Она говорит, как же отлично. Она в школе, я говорю, не слушай, что в школе говорят. Все врут, лицемеры. Ну, вы согласитесь со мной? Если ты хочешь понимать, что такое любовь, надо уметь ненавидеть. Если ты хочешь быть смелым, надо точно бояться. У пацанов-то прям понятно. Вот спецподразделения работают, там страха не имеешь, что ли? Страха имеешь, тебя надо дисквалифицировать. Ты должен, ты воевать больше не можешь. Ну, надо бояться. Да, сила, слабость, день и ночь, добро. Я помните, Воланд говорил, что бы делала ваше добро, если бы не было нашего... Ну, мы бы и не понимали, где края. У пацанов это звучит так. Ты что, моя, краев не видишь? Ну, да, надо обязательно и то, и другое. Да, истина не на краях. Не вот здесь, что мы шоколадные, не вот здесь, что мы уроды. Вот, жизнь вот здесь, между ними. И нужно и этот край, и этот край. Может, кто-то из моих коллег, вот мои учителя, смотрю, здесь пришли. Они будут об этом говорить. Это математика, физика, это законы. И экономики правильные, не сегодняшние экономики. Что, конечно, предельные значения крайне кризисные. Ну, пределы любые опасны. Не надо доводить до предела. Ни меня, ни вас, ни детей своих. Да. Мы вот у нас такая, ну, к сожалению, мы же срединная культура. Вот есть там западная культура, восточная, северная, южная. Мы такая срединная культура. Но средину удержать очень тяжело. Кто был там рядом в севере, вот тут из Кирова приехал мой друг. Я сейчас живу в Костроме, хотя в Ленинграде рожден. Но у нас в Костроме, в Костромской области, есть река Мера. Но это реально истинно древнейшая река. Мы нация Меры, культура Меры, но мы Меры не знаем. Нас то клинит в диктатуру, то в революцию. То в диктатуру, то в революцию. Вот так и живем. Помним, 17-й год революция, потом 30-е годы диктатура. Потом 70-е годы Ельцин стрелял, там из пушек революция. Теперь там Путин, товарищ, диктатура. Ну и так, ну, удержать центра очень тяжело. Ну, пытаются нормальные мастера этот центр держать. Помните, Высоцкий-то пел, да, по канату. Да, шаг налево, упадешь, пропадешь, шаг направо. И вот это настоящее мастерство жизни – это вот идти по этому канату. Ну, чтобы идти и понимать, куда нужно, и это, и это видеть. Итак, мы за базовый инструмент, за базовый закон единства противоположности. И это раз. Теперь второй закон – закон отношений этих элементов системы. В каких отношениях эти элементы, слагаемые этой системы. А отношения – это не значит, что хорошо-плохо, а это последовательность. Ну, алгоритм, технологическая карта. Шаг первый, шаг второй, шаг третий, правильно? Ну, вот как. Фундамент есть и крыша, правда? Это же элементы одной системы, дом называется. И они противоположны. Крыша красуется видно, фундамент не видно. То есть, есть элемент фундаментности, а какая последовательность отношений этих элементов? Какой сначала элемент? Сначала фундамент. Согласны? Обязательно хорошим. Обязательно. А потом только крышуем. А если люди начинают сразу крышевать, я говорю, что ты крышуешь-то? Ну, давай фундамент заложим. Он говорит, ой, нет, времени нет, денег нет. Надо сэкономить на таджиках, на финансах, на цементе. Давай быстренько, быстренько. Ну, может, дом постоит, если фундамент сантиметров 70 у нас в России, но он поплывет, лопнет и рухнет. Значит, сначала фундамент, потом стены, потом крыши. Никогда не наоборот. Так вот, об этом тогда мы сейчас и говорим. Нам же Карл Маркс, хотя его сегодня кто-то говорил за эти два дня, Карл Маркс и Дарвин и бихеваристы испортили всю нам жизнь. Перевернули все с наглого. Он, конечно, гений, Карл Маркс, гений. Я, тем более, комсомольцы, я его наизусть знаю, да? Но он вражеский идеолог, вражеский. Потому что, вот, смотрите, мы с вами же не линейные функции между этими противоположностями. Мы сложные системы, сложные организмы. Вот мы как, вот я почему сегодня и решил, о чем буду говорить. Вот мы тут с Игорем Викторовичем Солоньковым обсуждали и будем дальше обсуждать. Они сегодня будут выступать, по-моему, вечером. Стоит прийти к Игорю Викторовичу Солонькову и к Величко Михаилу Викторовичу. Вон там он сидит. Сегодня с 7 до 10, да, Михаил Викторович? С 8 до 10, да. Обязательно, вот обязательно. Я сам туда и приду. Итак, мы колобки. Помните, да, Шрек отдыхает, колобки. Мы очень многоуровневые, многослойные. Смотрите, есть что-то внутри, а есть что-то снаружи. И сегодня, раз уж нас Бог свел, я посвящу этому всего, там осталось 45 минут. Не три уровня, как говорят, дают чайникам, а прямо нейрофизиология, психология, ну, только хорошая психология. Психология, как экономика, не наука, а лженауки. Не отправляйте туда детей на психфаке. Не надо, не надо. Да, это точно. Второе образование можно получить. Те, видишь, когда ты стал практиком? Ну, что-то умеешь ты, да. И экономику не изучайте. Это тоже лженаука, да. Бухгалтер – это практик. А вот и этих я не знаю. Ладно, это я гипертрофирую. Вы смотрите, слушайте его, но вы режьте пополам. Вот есть что-то вовне, и это противоположности. Есть вовне, а есть что-то внутри. Если просто на три уровня, то вы три уровня все знаете наизусть. И это и в МБА преподают в ранге, и в военных училищах, и в управлении, в менеджменте. Вот есть цель, правильно? Цель одна состоит из трех-пяти чего? Задач, правильно? Это вообще не психология. Это законы жизни и управления. А задача решается в три-пять чего? Действие, правильно. Вот и все, действие. Так устроен мир, так устроена личность наша, наш колобок. Так устроена семья ваша, так устроен государство. Цель вот здесь в центре. Задача, цель состоит из нескольких задач. Задача решается в несколько действий. И мы же с вами понимаем, что нет важного элемента или не важного. Сегодня очень много там говорят слово «главный». Нам не нравится слово «главный». Потому что здесь каждый элемент главный. Смотрите, если хоть одно действие не сделано, хоть одно. Задача что? Задача не решена. А если хоть одна задача не решена, цель? Ничего, колесо не крутится. Поэтому нельзя говорить «цель главнее действия» или «действие главнее цели». Хотя нам это периодически в тупик нас заводит. Что главнее? Мы сейчас не о «что главнее», а «что в начале». Что одно без другого смысла не имеет. Итак, цель – это что-то нематериальное. Цель – это того, чего еще что? Нет, это то, чего хотим. Задача – это как мы можем. Действие – это что делать. Два греха человеческих. Просчеты. О, греха не буду говорить. Просчеты. Тут и так про богов много говорят. Первый просчет человека. Мы… Вот эта цель же – это что хотим и зачем, да? И куда, правильно? Я тебе вопрос напишу. Это что хотим, куда двигаемся и кто мы. Это все вопросы цели. Задача – какой вопрос? Какой вопрос задачи? Как? Правильно, как достичь цели? Как достичь? Ну, как – это обрезанный вопрос, я больше не буду писать. Так-то это каким образом? Образование начинается с этого уровня, с тактического. Ну, и действие – это что делать? Что делать? Что делаем мы? Если это в бизнес-языке, в меркантильном, то это стратегический уровень, это тактический уровень, это оперативный. Ну, действие, операции – оперативный уровень. Оперовый уровень. Итак, первый ваш просчет. На которых вы периодически… Ну, раз мы об инструментах-то, мы сейчас этот инструмент освоим. Мы имеем цель, да? И даже некоторые задачи решаем для нее. Но какое-то действие просто что? Не делаем. И что результата? Нету. Кто-нибудь хочет выучить английский язык? Поднимите-ка руки. Девочка, давно хочешь? Давно, говорит, хочу. Ну, хоти дальше. То есть нельзя сказать, что нету цели. Есть цель. Хочу. А я хочу научиться нагирать на гитаре уже лет 45. Ну, пьяного ежика я сыграю. Но хочу научиться. И у меня задачи почти все решены. У меня есть гитара, мне подарили супергитару. У меня на сумму учитель есть. И я работаю долг чести с врачами, с учителями. А учителя у нас есть училище Иполитова Ивана Музыкальная. Там один из лучших гитаристов и учитель Гаранин. Он говорит, раз ты для нас это делаешь бесплатно, Михайлович, я тебя бесплатно научу. То есть гитара есть, и самоучитель есть, и лучший учитель есть. Он говорит, тебе только надо просто 3 раза в неделю на часок ко мне приходить. И мы не ходим. И мы не ходим. И вот поэтому результата нет. Одного действия я всего не делаю. Так что если вы где-то попали в тупик и в затык, подумайте, на каком уровне у вас сбой. Либо мы не очень представляем, что хотим. Либо мы не чувствуем, ну что, двигаемся куда-то не туда. Ну, либо не хотим меняться и не хотим что-то делать. Думаю, само придет. Ну, то есть само все изменится. Ну, и вторая просчет. Это когда мы все что-то делаем, правильно? Все что-то делаем. Но не знаем, что. С какой целью. Ну, зачем. Как думаете, где сейчас наша Россия, мать? В каком просчете? В первом или во втором? В первом. Да что ты! Цель, что ли, есть? Нет, цели нет. Ну, значит, это второй просчет. Мы все работаем. Вырежет. Товарищ Путин работает. Губернатор все работают. Менты работают. Офицеры работают. Учеля работают. Рабочие работают. Все работают. А почему все или нет? А спрашиваю, а довольны результатом? А нет, говорит. Нет. Да, да. Мы сейчас для этого же собрались еще. Почему? Вопросы, почему такого, я вам не скажу. Не-не, не скажу, не дам этот вопрос. Да не, не про конституцию. Ты правильно сказала. Это вы. Просто это можно болтать там. Почему? И находить. Я слышу сегодня уже полдня. Я устал. И вы слышите, что полдня. Как хреново жить? Нет? Все хорошо? Не все хорошо, но есть куда. Есть куда. Куда? Я тебе расскажу. Вот сейчас мы будем говорить. К цели. А какая цель-то? Можешь сформировать? В этом проблема. Смотрите, приходите ко мне директор. И не один. Это моя профессия. И говорит Михалыч. Я Михалыч. Все, о чем только ты мечтаешь, у меня все есть. Машина здесь и там, и две. Дом в Костроме и на Кипре. Деньги вместо книжек на полке стоят. Сотрудников. Ювелир, да, там 300 человек. Дверь губернатору ногой открывает. Хочешь, на ГАА слетает. Хочешь, слетает на Кипр, на Канару. Куда хочешь? Я говорю, а что ты приперся-то ко мне? У тебя все есть, да? Вот здесь, да. Он говорит, счастья нет. Как-то пусто внутри. Пусто внутри, это как раз об этом. Ему, наконец, приходят вопросы, как ты сказал. А зачем все это? А ради чего он это делает? А кто я такой? Дети не хотят продолжать дело. Да, с друзьями он поссорился. Помните, как эта Людмила Прокофьевна подруга извела? Да, и одна жила. Поэтому ей хрен. Ну, ей хреново было. Хотя у него все есть, и даже должность. Там и депутатами они становятся. И это не потому, что они тупы, глупы и необразованы. И если я их спрошу, какова цель, они тебе скажут, в чем попали, в какой просаг попадаем. И вы тоже туда попадаете. Они начинают вот об этом говорить. Ну, что вот, на самом деле, вот здесь, это же материальные результаты, правильно? Ну, действия, это что-то материальное, фактически. Не вопрос, что делаем. Это вот мы. А в результате того, чего мы делаем, мы что-то с вами имеем. Ключевой вопрос, что имеем. И вот они говорят, что мы сейчас имеем. Вот девочка сидит. Девочка, а зовут девочка? Алиса. Алиса, учишься еще? Нет. Уже выучилась? Есть что-нибудь еще? Ладно, ну, представь мне, не ученая еще. И вот Алиса говорит, что имеешь, Алиса? Она говорит, ну, что имею. Зарплаты не имею, денежки, чтобы сходить на танцы. У мамы и папы прошу, квартиры нет, машины нет, мужа нет, детей нет. А что хотим иметь? А говорит, хочу 50 тысяч зарабатывать, хочу квартиру, двухкомнатную, хочу Volkswagen купить вместо Аки. Ну, и так далее, правильно? Формулируем же так. Я хочу, чтобы у вас не случалось сдвиг мозга, а моя задача сдвинуть вас в мозг. И некоторые думают, что это и есть цели. Это вот на этом уровне, это не цели. Это какие-то планы приобретений. Средства. Да, вот, ты вот, хороший дядька, сказал средства. Средства попутали, вот, рамсы, да, попутали цели со средствами. И нам это и втюхывают. Я не против материальных результатов, они обязательны. Они обязательны. Потому что любая идея и цель должны что? Материализоваться. В Volkswagen, в дом, да, в картошку, там, да, в еду, ну, в одежду. Следствие. Да, слава богу. Так вот, это материя, а это, как мы понимаем, дух. Это бытие, а это что? Сознание. Это мы сказали о нарушениях и просчетах. Мы что-то делаем, не имея понимания, зачем. Или имеем, зачем, но что-то не делаем. А второй-то закон диалектики отношения этих элементов в системе. Я спрошу вас, не какой главный, а какой первый? Какой фундамент? Цель или действие? Цель. Конечно. То есть сначала что-то нематериальное, сначала какая-то идея. Ну, все, что сделали люди материального, да, телефоны, одежду, ручку, дома, машины, у кого-то сначала вот здесь возникло. Ну, как идея. И только потом эта идея, как энергия, вот отсюда же энергия идет, материализовалась. То есть идея первична, материя вторична. А Карл Маркс что вам заявляет уже соточку лет, что материя первична, в том идея. Да, для животных – да. Ну, и Дарвин говорит, мы из крыс произошли, из собак там. Вот, что надо вот отсюда. И это не Маслов, конечно. Абрам Маслов – великий человек. Он потом сказал, что никакой пирамиды я вам не предлагал. А если предлагал, не слушайте меня, это не работает. Ну, вот это, что надо. Вот это сначала, потом вот это, сначала. И все люди практически, не у нас, западная цивилизация, увлечены вот этими вот. Вот этими, да, поиском средств и добычей средств. Выживание. Вот я вам вчера писал инстинкт самосохранения, инстинкт выживания, инстинкт размножения и стадный инстинкт. Это и у нас у всех есть, как у животных. Но мы же люди, человек появился, когда огонь не запрел. А когда вот к этим четырем добавил что-то другое. Не самосохранение, а самопожертвование. Не инстинкт выживания за счет других, а инстинкт сотрудничества. Ну, не инстинкт, это называется, да. Сотворчество, сотрудничество. Не просто размножение, а любовь. Когда я не каждую самку там имею, чем больше я семян посею, тем лучше мне похрен кто лишь бы у тебя все было, да. А я когда уже не единство тел, да, а единство души. Мы так создаем семя, это есть любовь. Тело-то, ну, чёрт, ну, тело хорошо, но это вот здесь. Во, вот любовь, вот секост, правильно? Вы тут 7-18+, а то вырежьте, да, что я тут говорю. Вот об этом. И у нас же, почему я плакал, когда был представителем колхоза, разваливался Союз, бандиты, малиновые пиджаки. О, я тогда как раз был первый раз в Минске у вашего директора тракторного завода. Мне нужны трактора были, да, Минские. И у вас, они у нас старенькие синенькие, а потом стали делать красненькие с большой кабиной, экспортный вариант. А мне нужны были трактора. Я приехал прямо сюда к директору. Мы сидели у него в кабинете, выпивали чашечку кофе. Я ему говорю, нужны кома эти, трактора. Он говорит, да деньги давай. Я говорю, у меня денег нет. Он говорит, а что делать будем? Я говорю, а у меня есть картошка и мясо. А я сейчас расскажу, как все это было. Бартер, помните такое дело? Я картошку и мясо в Ивановской области обменывал на текстильной фабрике на бязь. Знаешь, рулоны бязи. Четыре камаза бязи я привез на ваш завод. А бязь это женщинам надо. Ну да, это шить что-то там, простыни там. Он говорит, отлично, Михалыч, договорились. Мы пожали друг другу руки. Денег ни у кого нет. Я ему два камаза бязи. И от него отсюда повез четыре красненьких. Они до сих пор работают. Четыре красных МТЗ. Картошку сначала я на бязь меняю в текстиле. Потом бязь на тракторная. Ну и такие сложные еврейские схемы у нас. Да, мы могли бы все сидеть. Я даже солярку воровал. Как воровал. Это не так правильно сказано. По Волге ходили танкера. А нам нужно сенокос. А в сенокос у меня в день уходило три тонны солярки. Ну и денег же не было. Я молоко продаю. А мне бери творог, сыр. А я говорю, зачем мне? Мне нужно купить солярку. Заплатить зарплату. Купить насос. И мы приезжаем в Кинишму. Идем к капитану. Он стоит на приколе. Говорю, капитан, нам бы надо солярочки. Тонн пять-шесть. Он говорит, ну, деньги нужны. Я говорю, у меня денег нет. Давай так. Половина деньгами, а половина я тебе мясо. У тебя же команда. Тебе же тоже есть нечего. Он говорит, ну, давай, давай. И он отходит от Кинишмы. Там где-то километров сто. Пристает к берегу. Там есть такие, где песок разгружает. Мы ночью подъезжаем. Да, понятно, распилит рояль. Там всякая хрень. И мы ему мясо, тушу прям бдынц. Чуть-чуть денежек. И он нам скачивает. И мы сидим, я разговариваю. Я говорю, нас же посадят. Как же ты, говорю, сдавать-то будешь? Ладно, я... Он говорит, а ты-то не боишься? Я говорю, я не боюсь. Я понимаю, что я не для себя эту солярку. Мне надо людей кормить, землю сенокос убирать. А я говорю, а как ты? Он говорит, ты знаешь, я теперь знаю. Он говорит, ты знаешь, что у меня здесь три тысячи тонн солярки. И два варианта. Первый, если я иду вниз по Волге, я просто двигатель отключаю, нахрен, и она сама плывет, экономишь солярку. Второй вариант. Я молоко живу, 3 тонны. Каждый день 3 тонны молока мы произведели и везли в город. И у меня однажды, однажды за всю жизнь у человека, они приезжали, мы крантики врезали, чтобы денежки были. Продавали бабушкам. 500 литров продадим, денежки есть. Остальное нам около золота. За эти 500 купили все остальное. И вот эта женщина у меня, говорит, врач, они приезжали с водителем перед городом в колонки, брали 10 литров воды из колонки и в это молоко туда. Я вам расскажу, ни на грамм даже жирность не изменится. В 3 тоннах молока литр воды, ну, в молоке воды-то и так 90%, в нас-то 90%. Они продавали пол-500 литров молока. За 10 литров она деньги в карман. И потом сдаёт на молокозавод. Всё сходится. Ну, литр в литр и жирность в жирность. И вот он мне про солярку говорит то же самое. Если меня будут проверять, да я волью 3 тонны воды, эти 3 тысячи тонн солярки, никто не разберёт на нефтеперерогонном заводе. Слил, там нет. Либо, говорит, у нас есть отстойник, и там никогда не выкачивается, так это мусор. Я говорю, я понял это, я понял. Слава Богу, вот так это мы... Ну, некоторых у нас посадили, председатели, когда ловят на этом, это воровство, да? Мне не стыдно это рассказывать. Да, я воровал. Что теперь делать? Ну, зато вот с вашим, с Минском красивым тогда познакомился. 90-е годы, да. Итак, коллеги, мы сказали, что первый шаг вот это. Сначала сознание, потом бытаю. Сначала идея, дух, смысл, потом она материализуется. И-то когда мы меняли уставы, мы плакали. Я был самым молодым председателем Кахоза Ивановской области, там 24 года, а самый пожилой, мой учитель Чекунов. И он говорит, да ё-моё, а нас заставляли в ООП писать, создание ООО, цель создания ООО – получение прибыли. Он говорит, какая цель? Это средство. Без прибыли работать – это преступление. Но это средство, а не цель. А моя цель, говорит, землю пахать и людей кормить. И если я это делаю качественно, то прибыль будет. А не наоборот. А нам сейчас западная конкуренция и рынок. Прибыль главнее всего. Да, вот эта волшебная палочка. Бабло побеждает доброе. Ну, по Марксу. Всё, по Марксу. Он капиталистический идеолог. Молодец, дядька. Ну, ладно. Мы надеемся, что нас не сломало это. Правильно? Нас. У нас же хорошая поговорка. А мы крепчаем. Правильно? Ну, как закалялась сталь, это называется. Мы на ней воспитаны. Ну, вот теперь мы… Я рад, что у нас есть немножко времени. А кто тут ведущий? Ты модератор. 30 минут. Ты скажешь мне, когда 10 минут осталось? Грош. Мы с вами сделаем вот что в завершении. И как этим пользоваться? Не просто тут я бла-бла-бла, пора уже. А вот сделаем мы такую вырезочку. Нас препарируем. Чтобы уметь пользоваться и понимать, как решать любые проблемы. Ну, инструмент. Один из сильнейших инструментов влияния. Ну, три инструмента. Реп-система репрезентативная. Система – это отдельная песня. Второй инструмент – роли. Роли мы не будем сегодня трогать. Это очень там тоже глубоко. И третий инструмент – уровни. Нейрологические уровни. Нейрологические уровни. Мы так устроены. Вот пульт управления нами. Вот эти нейрологические уровни. Вот я вот так нарисую. И мы с вами все их сейчас освоим. Чтобы вы после сегодняшней нашей встречи могли этим пользоваться в жизни. Базовый инструмент влияния управления собой, другими целями, процессами. Итак, первый уровень. Вот он. Это кто? Это же не мы, правильно? Это наше окружение. Раз уж нас Бог свел, я уже не успел. Хотел успеть сказать о значении вопросительного формата жизни. Это отдельный маленький разговор. У нас два формата. И концептуальная как раз разница силы этой. Есть формат утвердительный – это я знаю. А есть формат… Да нет, все-таки скажу. Ну, потому что без этого дальше непонятны будут инструменты. Почему это вдруг я на это обращаю внимание. И предлагаю вам вот этими инструментами пользоваться. Вот, концептуально есть я знаю подход, правильно? А противоположность какая? Я что? Я не знаю. Я не знаю. Это два формата. Форматы. Форматы взаимодействия с людьми. Формат я знаю, он называется, коллеги, утвердительный. Утвердительный формат. Ну, если я знаю, я утверждаю, правильно? А по законам физики, математики и технологии утверждение вызывает давление. Понятно объясняю, коллеги? Согласны со мной? А давление что создает? Сопротивление. А сопротивление рождает демотив. Слово понятное – демотив. Это движение в сторону куда? К результату или от результату? Конечно, это к минусам – от результату. Мы не против этого формата. Надо уметь говорить нет. Надо уметь создавать сопротивление, напряжение и работать в форс-мажоре. Я быстро это скажу, а вы потом проверьте. Для меня это аксиома, для вас гипотеза. Это хороший формат. И вы тоже придумали люди. Ну, не придумали, а создали. Мы рождаемся с этими форматами. Но этот формат где может применяться? Где он полезен? Как думаете? Да, а быстро это как называется у нас в России? Форс? Мажор. Это ЧП и ЧС. Тут не надо спрашивать. Тут не надо мотивировать людей. Если сейчас у нас здесь пожар, глупо будет говорить. Ой, я же психолог, давайте обсудим. А кто будет детей спасать? А у кого хорошо будет дверь вышибить? Кто будет? Катастрофа. Я должен сказать так. Ты детей выносишь, ты воду... Выполнять. Ее вопросы уволить, нахрен, расстрелять. Правильно? Вот это утвердительный формат. Он нужен только в состоянии ЧП и ЧС. И вы знаете, что несколько организаций в государстве, они для этого и созданы. Министерство обороны, МЧС, фискальные органы, да. Кто там еще? МВД. И у них именно вот этот формат главный. Там как? Да, устав, первый пункт устава, да, командир всегда прав. Пункт второй, если он все-таки не прав, смотри, пункт первый. Абсолютно правильно. Там командир линейной армии так и говорит. Ты это делаешь, ты это делаешь, ты это. Мало всего, он на всякий случай спросит. Есть вопросы? Есть вопросы. Два наряда вне очереди. Это правильно. Но, к сожалению, если мы этот формат, который важен и нужен в форс-мажоре, в войне и в ЧП, начинаем применять в мирной жизни, во что превращается мирная жизнь? Вот в то, что мы имеем. Мы все время боремся с учителем. Сейчас дети прямо все уничтожают учителей. То есть они прямо специально приходят. Вот у меня знакомая, у меня сестра моя, заслуженная учительница русского языка, у нее подруга, ее же там за 50, она одна из лучших учительниц, она работает в школе. Прям бабушка почти. А ее все любят. Но появился какой-то класс, 9 или 8, они прямо специально решили ее выжить. Они все снимают, они создают какие-то условия, они ее прямо терроризируют. Она прямо плачет, ее колотит. А сейчас же еще снимают кадры. Родители еще. Охренеть. Это вот война такая. Жизнь превращается в войну. На работу, как на стрельбу, на совещание, где там меня поимеют сегодня, на переговоры. Это и есть так. Когда вот, ну, у нас даже управленческий подход медицинский, военный. Как у медицины, как у медицины. Вы вам только сейчас покажи в белом халате человека. Вы все сразу что, напряжетесь же? Потому что там только вот такой формат. Там ты больная, я врач, поэтому ты говоришь, скажите мне диагноз, пропишите рецепт. Я сама ничего делать не буду. Типа есть панацея. И ко мне так приходят директора, говорят, посоветуй, что делать-то. Я говорю, я не знаю. Он говорит, ты что? Я говорю, если советовать хочешь, иди к психотерапевтам, пусть они тебе советуют. Мы не такие. Я не знаю точно. Надо понимать, что происходит. Вот этот формат нужен. Он нужен с детьми, с маленькими, которые еще не могут принять решение по какому-то вопросу. Но только в этом вопросе. Да, вот и в ЧП, и в ЧС. Ну и, конечно, с врагами. Вот с врагами только так. Нехрен тут с ними разговаривать. Ну, либо убили, либо не. То есть формат или нужен. Формат военный нужен. Формат борьбы тоже нужен. Все русские мужчины должны были... Вот, кто тут? Давно же живем, правильно? Вот у нас. Мы там 90 человек выпускников, 3 класса встречаемся. Каждые 5 лет уже там 50 лет. Уже там 90, уже там 72 осталось. Так вот, у меня из 90 учеников 45 пацанов. У нас не служили только 2. Ну и то по медицинским причинам. В наше время было стыдно не служить. А сейчас, последние 30 лет, все откашивают. Не только от службы. Я знаю, девочки и мальчики даже от физкультуры откашивают. Прямо сплошняком думаю. Охренительно. Вот это перевернутое так все с ног на голову. Итак, ладно. Это формат, я знаю, утвердительный. Он создает демотив. Нет. Но вам... Мы так на этом формате воспитаны, к сожалению. Мы им владеем прямо 100%. Прямо 100%. А противоположность я не знаю. А это очень кажется стыдно и тяжело. Тяжело особенно взрослым людям перейти с утвердительного на этот формат. Это ж надо себе признаться в чем. Ну, Сократ же об этом говорил. Чем больше знаю, тем больше понимаю. Но это сила духа и мудрости сказать себе. Не знаю. И когда я говорю, а что ты директор не... Директор все понимает, тренинг прошел. А когда я говорю, а что ты не переходишь на этот формат? Что ты войну-то у себя на ювелирном заводе устроил? Ну, не войну, а напряжение. Отказ. Снизивание мотивации. КПД упало ниже плинтусов. На потолке. Что они делают? Работать, говорит, не хотят. Не хотят. Я говорю, ну, наш русский народ и белорусский тоже на дядю не работал, не работает. И работать что? Никогда. Никогда. Никогда не будет. Никогда. Не, если нам кушать нечего, мы поработаем. Ну, вот, с фигой в кармане. Правильно? А когда я ему говорю, ну, ты скажи, что не знаешь, спроси сотрудников-то своих, что они-то для них важны, спроси замок-то, как они-то видят решение проблемы. Он говорит, ты чего это? Я их буду спрашивать. Чего он боится сразу в этот момент? Что он, да, что не его? Он так и говорит, сочтут меня чмом последним. Сядут на шею. Это нельзя, Михалыч. Я говорю, ну, продолжай. Тогда не ко мне. Ну, тогда вали. Дальше. Тогда не надо со мной даже продолжать. До свидания, брат. Он даже не хочет менять формат, потому что он так в нас вжился. Он нас прям прошит с детства. С детства отучает у нас любопытствовать, потому что этот формат вопросительный. Вопрос рождает, я не знаю, а вопрос создает любопытство. Любопытство. А любопытство рождает интерес. А интерес создает мотив. А мотив – это движение куда? Если это демотив, то это мотив движения в сторону к результату. Правильно? Вот, чтобы вам не читать толстых книг по мотивации, сколько только не написали бедных психологов. Ну, книжки про мотивацию же есть. Мотивация, лояльность, тренинги есть. Вот вам не надо читать. Вот эта технологическая карта. Все просто. Ну, проще уже некуда. Не сложнее, чем печь в блинчике и сначала вот это. Только искренне полюбопытствуй у человека, что для него важно. Он не хочет учиться. Если дети не хотят учиться и получают двойки, я учителям говорю, это не их проблема. Это ваши проблемы, бляха-муха. Нет, они же на родителей все спихивают. Позанимайтесь своими детьми географией, математикой, что-то они отстают. Я говорю, вы с дуба рахнули, что ли? Вы заставляете и приучаете детей и нас заниматься непрофессиональным делом. Ты учительница? Ты занимайся. А я вот финансист, я делаю бизнес-план. Может, ты сделаешь бизнес-план? Она говорит, так нет, он должен делать. Я говорю, а что ж ты его заставляешь, директора завода, который финансовый делик, заниматься географией? Он чайник в этом. Ну, пусть занимается, ребенок же не успевает. Я говорю, это ты не успеваешь, а не ребенок. Правильно? Правильно? Правильно. Вот такой вот формат. Формат мотивации – это я не знаю. Вопросительный формат. Вопрошай. Да, любопытствуй. Иногда прям задавай этот вопрос и добавляй к вопросу любопытно. Любопытно, что должно измениться или как я должен поправить свой тренинг, чтобы он был более эффективным. Мне интересно, что вы скажете по этому вопросу. Ну, это я так работаю здесь. Я не могу так, к сожалению, работать. Ну, потому что если я начну спрашивать, то мы улетим. У нас тайминг, к сожалению. Ну, ладно. Мы жизнь длинная, еще раз увидимся. Вот почему пришло время, коллеги, поменять форматы. Не в содержании делать. Содержание в нас есть. В нас в каждом есть искра Божья и великое содержание. В каждом. У нас же правильно говорят? Не так важно, что ты говоришь, более важно, как ты говоришь. Но это вот серединка как, помните? А выше-то еще важнее того, что ты говоришь и как ты говоришь. Более важно, кто ты при этом. Кто ты, за кого ты меня держишь. И кто я, и кто ты. И тогда это уровень цели, идеи. Кто ты, ради чего и ради кого. Говорю, ставьте. Я сейчас скажу все умные слова. Скажу тебе. Надо же людям улыбаться. Надо же КПД растить. Правильно? Так ведь? Согласны же? Надо же взаимодействовать и договариваться. Надо все время развиваться и развиваться. Правильно? Вот я все вроде правильные слова. В каком формате я все это сказал? Вот в этом. Да. Вы сидите с фигой в карман и не думаете, тебе надо, Михалыч, ты улыбайся. Тебе надо, ты... Это правда. Это именно так. Если я так буду с детьми своими разговаривать и с сотрудниками, меня надо гнать. Из управленцев, из тренировочек гнать. И никогда не слушайте таких людей, что надо так. Тебе надо, ты вали. Копомьте, никому не должен. Кому я должен, всем прощаю. Михалыч никому не должен. Я не знаю. Если я не знаю, что возникает? Вопрос. Вопрос рождает любопытство. Любопытство создает интерес. А интерес это и есть мотив. Потому что мы склонны делать только то, что нам интересно. Но мы будем эффективны, результативны. И будем радоваться тому, что мы что-то делаем, когда нам это интересно. Если нам и не интересно этого делать, ну будем, если нам и жрать нечего. Ну, конечно, будем. Но если уже есть потолок какой-то, дальше все не работает. Ну, это нету плохого и хорошего формата, коллеги. Есть и этот, и этот. И оба нужны. Вопрос каждый раз. Ты понимаешь, кто ты сейчас? И что ты хочешь с этим человеком? ЧП? Вот этот формат. Он враг. Вот этот формат. Он не соображает, он не может принять решение. Тоже этот формат. Но если это мирная жизнь, если ты хочешь растить людей замотивированных, счастливых, которые вместе с тобой растут, не утверждай ничего. Потому что некоторые говорят, да нет же, Михалыч, все же учителя такие. А вы понимаете, что скола наша делает с детьми? В каком формате работает? Вот в этом. Потому что весь, каждый выпускник должен все знать. Игорь сдать меня не... А если он не знает, то что он получает? Прям 15 лет над каждым из нас проводит эксперимент, что если ты вдруг себе признался, не знаю, и хочешь спросить, тебе сразу два. Так ведь школа же так устроена. Если ты не знаешь, двойка. Не знаешь, двойка. Не знаешь, ну ах ты. И вот потом эти директора выходят, и они корчат из себя, так все знают. Я же все знаю, я же все знаю. Я должен, ну ничего не знаю, конечно. Но должен же корячить из себя альфа-самца, который прямо профессор, да, вот три лычки на погон, три звезды, а вы там одна звезда упала, и отжался, понял ты, нет? И что говорят? Не задавай глупых вопросов. Делай, что тебе говорят. Это вот такая тема. Ну нам не нужна такая тема. Хотим так жить, живите. Флаг вам в руки, это тоже работает. Ну, до какого-то предела. Итак, важность вопросительного формата, она вот здесь. Мы это будем вопросы все рассматривать как инструмент каждого закрытия, каждого уровня. Надо, помните, мы говорили вначале, все уровни должны быть что закрыты? Ну, полноценные, не пустые. Если хоть какой-то уровень пуст, дома нет. Ну, крыши нет, дома нет, фундамента нет, дома нет. Нету. А надо заполнить. А заполняется он с задаванием вопросов. Инструмент вопрос. Название уровня, значение уровня и вопрос. Технологическая карта. Итак, окружение. Я уже не буду писать все вопросы, где, когда и сколько. Главный вопрос окружения. Что имеем? Что имеем, коллеги? Вот это и есть окружение наше. Все, что мы имеем материально, это где? Это не в нас, это вокруг нас. Ну, рубашечка, штанишки, денежки, правильно, да? Люди, которые нас окружают там, да? Ну, что-то еще. Дом, квартира, город. Это все вот здесь. Это не мы. И нашу семью что-то окружает, что-то имеет наша семья в окружении. И наши бизнесы, и наши предприятия, и наше государство, и наши нации. Также устроены и нации. Ну, род. Значение окружения в материальной реакции. Материальные результаты. Мат. Результаты. И это вроде все понимают, когда мы начинаем говорить. А скажи, теперь начались мы. Вот смотрите, это теперь мы начинаемся. Вот мы, 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 мы. Чем же мы проявляемся в своем окружении? А я уже писал, три уровня когда давал. Чем проявляемся в окружении? Своими делами, правильно. Действием. Вот так ведь? Вопрос какой? Не что имеем, а что делаем. Чтобы что-то изменить в том, что мы имеем, надо что-то предпринимать. Да, что делаем? Что делаем? То есть вопрос, коллеги, что делаем в разы сильнее, чем что имеем? Это и уровни власти, и уровни влияния, и уровни вашей харизмы. И вы после сегодня понимаете, где вы находитесь. Вся проблема в том, при решении проблем, что люди что-то начинают предпринимать, даже не понимая, где проблема. А мы не три будем брать уровня, а вот шесть. Ну, Чевуринки, наверное, не мое учение, там восемь. Я бы восемь и сделал. Мы-то восемь, ну, для вас шесть хотя бы. Да, восемь скажу, а разоберем как шесть. Итак, два оперативных, два тактических, два стратегических. Вопрос, что делаем, влияет на то, что мы имеем. То есть наше поведение. Поведение. Поведение изменяет наше окружение. Есть же закон управления, правильно? Если вы всегда делали то, что вы всегда делаете, что? То вы будете получать что? То, что всегда получали. Если хотите в этой жизни изменить что-то, ну, получить что-то другое. Так я говорю, так сделать что-то другое-то. Ну, сделай уже что-нибудь. А он ждет, что Путин поменяется, курс доллара упадет, народ изменится. Я говорю, не изменится. Бабы такие хорошие есть, директора, женщины Света, я их называю, шучу, не хочу никого бить. Она говорит, а что я, Михалыч, должна под всех тут прогибаться? Хочу, чтобы меня любили. Я говорю, никогда, Света, не дождешься. Я говорю, как это она? Не дождешься. Я говорю, я тоже хочу, чтобы любили. Да, правильно? Но это какое слагаемое? Первое или второе? Это второе. Помните, да? Давление, сопротивление. Хочешь что-то получить, у нас как звучит мудрость-то? Сколь отдашь, столь и получишь. Какое первое слагаемое-то? Получишь или отдашь? Конечно, отдашь. Хочешь потреблять, ну, надо сначала отдавать. Значит, если ты хочешь, чтобы тебя любили, это слагаемое номер два, девочка, сначала полюби кого-нибудь сама. Не жди, когда тебя полюбят. Вообще никогда не полюбят. Поняла? Это правда, что, говорю, девочка, у меня дочь такая же растет. Хочется, ну, хочется так, хочется, корячится. Полюби хоть кого-то, Света, говорю. Она говорит, так что ли? Я говорю, так что ли? А это трудно, как директор говорит. Хочется, чтобы уже не за страх, а за совесть работали. Хочется, чтобы они меня уважали. А он такой, ему пальцы в рот не положил. Я понял, 10 минут. Я говорю, ну, значит, ты пришел ко мне, я тебе как технарь скажу, я не как психолог. Хочешь, чтобы тебя уважали? Что он хочет получить от людей, от сотрудников своих замков? Уважение. Я говорю, хочешь получить уважение, надо уважение отдать. А он хитрый, он говорит, подожди, как же, а я зарплату плачу, неформально обстраиваю, обеды оплачиваю. Я говорю, стоп, 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 стоп. Это он о чем? О торге, да? Уважение, говорю, за деньги, ну, не покупается, правильно? А наш народ не проститутки, да? Нет, нет, нет. Типа, ты покупаешь их, да, он приходит, тело и мозг тебе продает на 8 часов и говорит, пойми нас еще раз, мы и завтра придем. И он говорит, так что ли? Я говорю, так что ли? Ты что, мозг снеси-ка себе? Уважение, это не материальное что-то, это вот где-то здесь. А торг, это вот здесь. Ты даешь, получаю, бихевиаристы, стимулы реакции, стимулы реакции. Ну, тусуйте здесь, ради бога, запад здесь тусуется хорошо. Итак, чтобы что-то изменилось, надо что-то делать. Это значение я не буду писать, 5 минут осталось, это энергия. Вот, энергия действия приводит к изменению всего, что мы имеем. И вроде тут все понятно, но где-то начинается первый затык вот здесь. Первый затык вот здесь, задвижка. Помните, я говорю про учителя? Вы люди с большими сердцами, запад живет мозгом, восток живет потенцией, а вы люди с сердцами, можете соединять эту энергию, туда-сюда. Но только у вас задвижка либо здесь, и все через голову. Ну, ничего личного, только бизнес, холод и жесть. Либо все здесь, задвижка, и все через эту же. Вы, говорит, просто, вы задвижку-то вытащите, и все, и у вас все пойдет, у русских-то, йохар-бабай. Потому что вы вот такие люди, мы можем соединять, что там, и запад, и восток, и север, и юг. Но вот первая задвижка вот здесь. Вроде люди понимают, что надо что-то делать, но что-то не делает. Потому что надо более высокий уровень подняться. Ну, так высокий, а так-то глубокий. Понятно, я объясняю? Это не пирамидка, это вырезочка нас. Препарировали себя и наше предприятие. Ну, а чтобы что-то делать, что необходимо? Какой уровень влияет на наше поведение? Ну, я скажу тебе, например, у тебя нет ни прав, ни машина, я тебе скажу, подвези меня до Минска, ой, до Бреста. Что скажешь? Я не умею, или полетели на самолете. Значит, чтобы что-то делать, надо следующее. Ну, вот педагоги это называют зум, знание, умение, навыки, всякая хрень. Ну, мы скажем по-другому. Нужно иметь возможности, правильно? И что еще выше, чем возможности? Способности. Способности. Если вам люди, с которыми будете говорить, будут возможности ставить выше, не слушайте. 90% людей таковы. А я специально, помните, выше здесь, или глубже, ставится уровень, который что? Определяет все, что ниже. Если вам говорят, ну, не было возможности, скажи, не, брат. Это значит, он что, ответственность себя, что? Снимает. Ну, ручка сломалась, компьютер завис, пробки на дорогах, погода такая, Путин президент, начальник дурак, курс доллара упал, секретарь не позвонил, погода такая, в общем обстоятельства, я хорошая, все остальные говно. Ну, я правильно, ну, это неплохие люди, это просто люди, у которых духа не хватает, вот здесь слабовато. Возможности, конечно, сильнее, чем поведение, но выше возможностей, что наши способности. Как только ты столкнулся сама или сам с такой ситуацией, что нет возможностей, это прям тебе вызов, это прям сразу тебе надо шагнуть на уровень выше и задаться вопросом, какими же способностями я должен обладать, чему же я должен научиться, с кем в контакт вступить, у кого, чтобы эти невозможности преодолеть. Потому что для нас возможности для всех что? ну реально одинаковых, ну реально одинаковые возможности. Вот, вот, сегодня какой слой я забыл, 17-13 я забыл, какой я? 17 декабря, курс доллара 70, курс евро 80, мы в Минске, где-то война, где-то революция, Путин президент, да, там, ну, кто-то учится, а кто-то квастит водку, кто-то что-то строит, кто-то что-то рушит. Для всех все одни и те же файлы, вопрос не в файлах, а что ты с ними сделаешь, как ты способен сложить эти кубики? Это деловое качество. Да, ну вот, слово очень хорошее сказал, как зовут? Александр. Александр, хорошее слово сказал. Если здесь что делать, то это как, правильно? Каким что образом? Или второй вопрос, возможности, как еще? Вот здесь начинается образование и начинается требование команды. Что делать? Изменения, это 100% твоя ответственность, это оперативный уровень. Ты 100% отвечаешь, ты один здесь, на один, с жизнью. А вот здесь ты учишься, здесь нужны наставники, команда, твои партнеры, даже чайники, которые как-то по-другому могут увидеть, как справиться с этими возможностями или невозможностями. Ну и вот отсюда начинается образование. А мы же с вами знаем, образование и секция это, вот это научение, это воспитание. А соединение научения с воспитанием и есть образование. Наша школа куда вся легла? Вот сюда. В два низких по Дарвину и по Марксу уровня. Ну только натаскивание. Вот и все. Без всяких смыслов, без всяких целей. Ну цель одна, опять же, прибыль и изменение вот этих шмоток побольше, гамбургеров побольше, бабла побольше, ЕГЭ побольше, сеть и побольше, ну всего и побольше. Вот здесь же много действий. А если поднимаемся выше, задач поменьше, а к цели поднимемся, их еще меньше, а к смыслам там концептуальная разница это раз-два, либо тут, либо тут, все. Прямо моментально принимаются решения. Вот здесь очень долго можно бегать по кругу с пустотой внутри. Так вот, как ты правильно, Александр, сказал, вот это действие, а это как качество действий. Правильно? Откуда немцы идут? С какой стороны? Не, не на нас идут, а западные цивилизации. Вот отсюда, по пирамиде Маслова. Они что-то делают, и как делают? Хорошо. Ну, то есть, машины делают, как делают? Миллиметр к миллиметру. У них вот в это направление идет энергия. По Карлу Марксу материя первичная, и вперед из песни. На самом деле, так не работает. И мы с вами, Россия, ключевым образом отличается. У нас энергия идет, коллеги, вот отсюда, ну вот отсюда, из центра. Ну, дух, мы люди, мы люди, мы не машины, и мы не точки, как это называется, не винтики в этой машине. Суворов же написал заявление на расчет, когда ему сказал Павел Сорокчеевым, надо внести в нашу армию стандарты ИСО, немецкая армия лучше. Ну, это правда, немецкая машина лучшая машина в мире, но мы побеждали и лучшую армию мира. Да, и даже нашу лучшую армию крестьяне победили. Ну, понимаете, Белая гвардия, это кто? Это вообще лучшие, лучшие офицеры, лучшие воины были в Белой гвардии. А кто в Красной служил? Чайники вообще, ну, крестьяне мы. И мы их победили, Белую, потому что вот Белая гвардия вот здесь тусовалась. Без смысла. Царь отрекся, за кого воюем, хрен знает. А наши крестьяне с рабочими сказали, землю народу, фабрики рабочим, братство и справедливость, зашкурим этих всех засранцев. И все. И настоящие белые офицеры поняли. И они у нас и служили. Вон там даже фильм «Бег» был, помните, Гульянов играл офицера. Так они возвращались на родину даже на смерть. Ну, потому что там мы никому не нужны точно. Итак, вот это качество действий. И это влияет на вопрос, что делать. То есть, этот вопрос каким образом в разы не на, а в разы сильнее, чем что делать. И следующий, давай, раз уж у нас время совсем, у нас 5 минут что ли осталось? Уже ничего не осталось. Я 5 минут съем, а потом все, вечер. Да как работаем? Вы что, и так нельзя. И ладно, чтобы ответить на вопрос навыков и способностей, ну, я тебе скажу, надо освоить 1С. Или я скажу, надо установить битрикс, или надо научиться водить машину, или надо английский освоить, или надо на гитаре научиться играть. Какой мне вопрос зададите? А зачем? Ну, а нахрена нам? Ой, извините, ну, вырезаем. Абсолютно. Это вопрос в разы сильнее, чем как. Вопрос зачем? В чем убежден? В чем убежден? Это уровень убеждений, вот этот уровень, он в разы сильнее, чем наши способности. Потому что мы вроде понимаем, что надо научиться этому, но значит есть какое-то ограничивающее убеждение. О, ты умница! Это-то есть уровень мотивации. Мотивация. А это уровень направления энергии, направления энергии. А это правила, стандарты, ТЗ здесь, технологические карты. Вот это здесь. Ну, качество научения, это технология. Вот это здесь. Но чтобы ими заниматься, надо иметь убеждение, а есть ограничивающее убеждение, что все бабы дуры, мужики козлы, правильно, у блондина кайки меньше 60. Согласны со мной, Женя? Да, вот, видишь, она согласна. Или, знаете, какие убеждения? Это я жещу, а так-то есть убеждение такое, когда говорю, может, музыкой займемся, а некоторые люди говорят, нет, это не мое. Это что? Это ограничивающее убеждение. Или человек говорит, я говорю, давай, может, освоим инструмент коммуникации с жесткими людьми и с людьми-врагами. Он говорит, нет, у меня не получится. Когда человек говорит, ограничивающее, и оно тормозит просто всю энергию. Это такая задвижка, что пока ты ее не вынешь, ты хоть что, ты болтай прямо, бла-бла-бла, он все будет понимать. Он все расскажет тебе, что пить плохо, что это вредно, покажет слайды, и курить это вредно. Все покажет, лекцию проведет, а потом выйдет и закурит. Закурит. Да, вот, молодец, это вот здесь, правильно, правильно. Мотив – это воля. Но не надо бороться с убеждениями. Некоторые психологи, уроды, которые начинают вас там ретриты, медитации, и говорят, есть ограниченные убеждения, надо с ними бороться. Ну, помните, про борьбу я что говорил? Ни к чему хорошему не приводит. Но, значит, что же делать? Они убеждения в нас, когда вселяются, аж в детстве, ну, с нашими родителями, с нашим окружением, двором, там, школой, кинематографом, убеждения глубоко, с ними бороться не надо. Это часть наша, это наша тень и свет. А что надо, как мы по нашей технологии, куда подняться? На уровень выше просто, на один уровень выше. И это уровень не убеждений, если вот здесь убеждения, то здесь ценности. Ценности. А это другие вопросы. Вот они, вопросы. Разные уровни. А это вопрос, что важнее, чем это твое убеждение? А что-то есть, что важно, а лучше важнее, что ценим? Во что? Что во что? Верим. И это совсем другой уровень. Это уровень веры. Вера сильная баба. Уровень веры и мотивации. Потому что вот здесь, коллеги, если вы работаете с решениями, вот здесь нужен свот-анализ. Слышали такое? Я и сам это преподаю. Сфот-анализ, минусы и плюсы, пихвиоризм, причины и следствия связи, возможности, слабые стороны, ну всякую хрень. Это вот здесь. Если решение вот здесь, да применяй ты. Сфот-анализ. Если решение вот на этом уровне и проблема, то тут нужны технологии аргументации. Знаете, Сократ, надо уметь делать предложение, от корт-эрла невозможно отказаться. Ну, надо уметь аргументировать. Да, тоже надо учиться. Но если я с человеком работаю на уровне веры, то не надо мне ни свот-анализа и ни аргументации. Если мы с тобой вот так, ты довела сама на таком уровне, и человек, да, я тебе доверяю, ты мне скажешь, Михалыч, останься на пару часиков, у меня есть проблема, поработаем. Если я вдруг тебе скажу, а заплатите за лишние 20 часов, а ангул-то дадите, это значит, вы на разных уровнях, некомплиментарно, вы на этом уровне, а он на этом. Ничего не сделайте с человеком, пока что не окажетесь с ним на одном уровне. Это технологическая карта решения вопросов. Я сейчас закончу, чужих уже раз 5 минут, съел чужих. Но ценности иногда тяжело людей вводят. Это следующая задвижка здесь. Не боритесь с своими убеждениями, с убеждениями своих детей, да не боритесь вы с ними, что ты не прав. Он прав, и в нем есть тень. Помните, в каждом из вас там есть и тень, и тень, и свет. И как девочка-то зовут? Наташенька. Есть же в тебе и хорошая Наташка, и есть Наташка сушечка, с сушечкой, которая, ну, если ты даже с ней начнешь бороться, ну, конечно, ты победишь, тогда кто проиграет-то? Ну, твоя же Наташка, она там ей, ну, она это не оставит, просто так, она отомстит. Не надо бороться, надо просто шагнуть на уровень выше и определить эти верования и ценности, сформулировать, задать этот вопрос. А эти вопросы не задаются, к сожалению. Вот эти тут семь фундаментальных вопросов. Но чтобы вам сформулировать вопрос ценностей, надо подняться еще на один уровень выше. И этот уровень как раз целей. Некоторые говорят, что цели – это вот ценности. Нет, это не цели. Цели – это вот здесь. Цели – это ответ на вопрос, кто мы. Ответ на вопрос, кто ты, определяет все твои цели. Все. У нас, у пацанов-то, как было в детстве-то? А ты кто такой? А кто ты такой? Она говорит, я Наташа. Наташа, я не спрашиваю, как тебя зовут, я спрашиваю, кто ты такая? Ты говоришь, я бухгалтер. Я не спрашиваю, кем ты работаешь. Я спрашиваю, кто ты такая? И этот вопрос ставит в тупик прям многие, потому что до этого вопроса не все доходят. Кто ты? И это уровень ролей и самоидентичности. Нам Бог дает много самоидентичностей, даже разные слова. Мы дети, правильно? Это одна наша часть. Вот мы дети. Потом добавляется в три года наша девочка и говорит, ты же девочка, а это свои ценности. Девочка учится быть, девочка ведет себя как девочка и в окружении девочки. А папа мальчик говорит, ты же мальчик. И у мальчика другие цены, абсолютно другие. Ну, девочка колготки носит, секретики, куколки играет, а мальчик рогатка, шпага, всякую хрень, это другая вещь. Потом это полноценная жизнь, когда к одной идентичности мы добавляем другую и не удаляем ее, а добавляем. Тогда вы живете полноценно, когда не удавили в себе ребенка или не удавили в себе девочку. Сидит Наташа и говорит, я уже не девочка, я уже взрослая баба, я уже директор, я уже учительница. Ну, давай живи, я грызком жизни. Это я Светке своей говорил, учительница, у нее татуировка, учительница. Знаете, это выгорание происходит. Я учительница, и все. И она в школе только совпадает. А если она учительница с ребенком, с мужем, с мамой, со мной, со всеми, учительница, она дура. Ну, крантец, ничего не катится, колесо рушится, и колобок наш расплющен к чертой матери. Поэтому это вопрос, кто мы. А потом мы добавляется у нас женщина-мужчина, правильно? А это другие ценности, абсолютно. И надо учиться быть женщиной и вести себя, как женщина, и окружение будет такое изменение. Потом мы женимся, и что мы становимся? Жена и муж. А это вообще другие ценности. Все меняется. А потом мы рожаем. Я как мужчина и женщина, что мне с женой? Поспать, сексом заняться, к маме съездит. А у меня я теперь папа, и ребенок ночью орет. Я бы сексом занимался. Нет, я... Наработаете. Надо же с пацанами на коньячок выпить и в боулинг, в вильярд поиграть. А я говорю, нет, пацаны, я кубики складываю с этой, варей. Я уже кубики 10 раз складывал. Ну, я папа, я папа. Это другие ценности, другие навыки, способности другие. И надо не попутать. Мы сразу все, правда? Но каждый раз, разговаривая с человеком, ты каждый раз понимаешь, кто ты сейчас. Кто ты сейчас? Если я говорю, Светка, ты с сыном, мама, а не учительница. Ну, не учи-то его жить-то. Он твой ребенок. Это его учительница зашкуривает, оценивает, двойки ставит. А ты-то что делаешь? А с мужем? А он говорит, ты что на стороне мужа все время за него? Я говорю, нет, Света, ты моя родная сторона, я Андрюха убью за тебя. Просто я тебя люблю. И твой муж не женился на учительнице. Ему 10 лет, 15 лет в школе учительницы надоели. Если я хочу домой, я себе представляю, моя жена там. И я быстренько домой. А он хочет домой, так представляет, а там учительница. На хрен, мужики пошли в кабак. Она говорит, что прям так? Я говорю, прям так. Жизнь не так, семьи так рушатся. Государство так рушится. Каждый раз человек заблудился вот здесь и не понимает, кто он. Он и не задается этим вопросом. У нас же что, проповедует Запад? Равноправие. Мы не он и она, а оно. Но гендер, все. Ты мальчик-то или девочка, хрен его знает. А вот девочки же, вам же девки суфражистки испортили всю жизнь. Ну, за равноправие. Какая может быть равноправие? И вы начали стриться коротко, штаны носить, зарабатывать деньги, принимать решения, становиться директорами. Я, блин, директор, жена моя директора. Я говорю, пошла вон, на хрен. Мне директора, два директора в одной квартире не нужны. Ну, как две хозяйки на одной кухне. Это вот я дальше не буду. Это вопрос как раз основной. Мы дошли до самого почти верха. Идентичность. Но есть еще один самый высокий вопрос. Вот то, что мы называем идея. или дух, вдохновение. Вот он, вот материя, вот дух, вот идея. А у нас русское слово есть смысл, суть. А это вопрос не кто мы, а вопрос часть кого мы и ради кого, ради чего мы. И это высочайший вопрос. Вопрос счастья. Часть счастья, этимология слова счастья, не только сей час есть, материальный уровень. Это здесь есть, сей час есть. А второе, этимология слова счастья, быть с частью кого-то, счастью родины своей, счастью семьи своей, счастью рода своего. И поэтому бабушка мне говорила, можно быть счастливым даже в горе, сынок. Одно другого не отменяет. Мы можем умирать счастливыми людьми, мы можем насмертить счастливыми людьми. А наших детей учат, счастье это бабло, ну и всякие материальные. Вот радость тому, что сейчас есть штаны, штанишки, покушать, улыбнуться, солнце. Это здесь. Это хорошо, я не против. Но надо и здесь, и здесь. И как мы понимаем, сначала где? Сначала вот здесь. И если здесь, вот это семь фундаментальных вопросов, если они не закрыты, то нас легко сломать. Любого. Нас, семью, государство. Сейчас и происходит это в Украине. Вот эти семь вопросов никто никому не задавал уже 30 лет. А задают только о том, что имеем и что делать. Вот немцы говорят, чтобы что-то иметь, надо делать машины. Как делать? Хорошо. А у нас вопрос как, коллеги, у нас в русской культуре вопрос как? Не к этому относятся, а вот к этому. Кто мы? Во что верим? И только потом, как же это создать? Не как делать хорошо машины, мы их не умеем делать, правильно? Мы только детей можем делать, хороших. И то их даже на это забили. Уже и детей-то не делали. Бабы, делайте детей. Что-то тут сидите, меня слушайте. Детей надо делать много. А то арабы нас в ВАИК и китайцы опережают. Ну все, 5 минут заключения. Как пользоваться этим, вот этими уровнями? Ну по, надо же инструмент, да. Теперь знать, как вы устроены, где-то сбой. Первый шаг, когда возникла проблема, и когда вы попали в тупик, вы, ваша семья, ваш ребенок, ваш сотрудник, там, ваша коммуникация с губернатором или с кем-нибудь, с инвестором. Первый шаг надо определить, на каком уровне проблема. Потому что некоторые занимаются проблемой, даже не понимая, где она. Ну, просто что-то делают. Я говорю, а ты понимаешь, где проблема? Он говорит, как, где? Вот тут, бла-бла-бла. Ну, о следствиях. Как понять, на каком уровне проблема? Это шаг первый. Я красный, у меня красный. Вот шаг первый. А шаг второй, шаг второй, на том уровне, на котором возникла проблема, ее решения нет. Ну, это законы жизни. Помните, Эйнштейн даже говорил, с помощью тех инструментов, с которыми создали проблему, ее нельзя решить. Надо другие инструменты. Или решение проблемы находится всегда за рамками проблемного поля. Это законы жизни. А тут рамки, это уровень. А мы про колобок. Надо с этого уровня уйти. Надо первый шаг определить, на каком уровне проблемы. Это шаг первого вашего мастерства, практики. А шаг второй, надо с этого уровня сойти. А куда можно сойти, с любого уровня? Либо вниз, либо наверх. Надо честно сказать, либо вниз, либо наверх. Куда вас будут сводить ваши родственники, друзья, сотрудники, подчиненные, начальники, враги? Куда? Всегда вниз. И это неплохо или хорошо? Так устроена жизнь. Это ваше окружение. Они вас проверяют на вшивость. Они всегда, дети смотрят, можно у вас чему-то учиться? За вами родителями стоит быть похожим по образу и подобию? Либо нет. И они вас прямо роняют вниз. И если они вас уронили, это не вы управляете ситуацией. И собой. Это вами манипулирует. Вас прямо сразу вниз. Всегда. Всегда. И не боитесь, и не боимся это, и не плачем по этому поводу. Надо сначала определить хотя бы проблему. А значит, мы понимаем, надо просто подняться на уровень вверх. Я уже перебрал. А кто тут после меня? Во-первых, да, я не могу же там же, я же вежду уже другую секцию, коллеги. Я же модератор где-то там на секции. Иди сюда, Гроша. Ты чего? На самом деле, мы должны были отработать какой-то пример. Ну, это я из... Вот, я, простите. Ну, перебор хуже недобора. Я еще из бандитов, так что лучше недобрать, чем перебрать, как пел... Это смысл психического здоровья. Как пел, да. Вот, а, вот психическое здоровье. Это когда все уровни закрыты. Когда ты нашел дырку, где дыр... И заполни его с помощью этим вопросом. Задаешь вопрос, формируется ответ, образ ответа. И нас держат, когда на одни и те же вопросы у нас есть сходный образ. На этом семья держится. Не на сексе. А вот на ответах на эти вопросы. И если вы с женой или с мужем на эти вопросы и с важным ребенком имеете одинаковые образы, вашу семью не разрушит ничего. Государство не разрушит ничего. Задача сегодняшнего нашего государства сформировать эти семь вопросов. И сформировать эти образы ответов. Ну, все. Спасибо меня, что выдержали. Я уже мокрый. Я уже мокрый. Спасибо. 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 Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку подписаться и обязательно нажать на знак колокольчик. Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт славрадио.орг и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро.